Неповиновение сотрудникам полиции или превышение служебных полномочий. В социальных сетях появилось откровенное письмо одного из жителей города. Молодой человек обвинил сотрудников ДПС в произволе и применении физической силы без достаточных на то оснований. Так ли это на самом деле, выясняла моя коллега Ксения Епишева. «Разлетелся хвостовик, полностью в дроби, седло, расцарапано кожа, уже на седле, разбито все. Далее зеркало, ну то есть это деталь не красящаяся, не требующая покраски, а она вот с такими глубокими царапинами получилась. В следствии этого. И пластик треснул». На мотоцикл Андрей копил почти три года. Теперь копит на ремонт байка и на адвокатов. Виновными в том, что дорогой мотоцикл требует ремонта, молодой человек считает сотрудников ДПС. По его словам, 9 мая при попытке задержать мотоциклиста полицейские уронили его с байка. «Стоял на перекрестке, пытался настроить зеркала. Подлетел экипаж ДПС, подлетел без криков остановиться в рупорт, без каких-то сирен, просто со включенными мигалками спереди, просто срезал. Рефлексом бросилось сцепление и пошел по обочине выходить от них». Погоня продолжалась недолго. Мотоциклист говорит, проехал несколько перекрестков и остановился. «Стоял так с поднятыми руками. Подлетел экипаж ДПС, также встал спереди, то есть их камера вперед снимает, никуда. Выбежали сотрудники. Когда они бежали, уже было понятно, что ничем добрым не закончится. Я махал им руками, кричал «Успокойтесь, куда вы?», прокрикивал сквозь шлем. Ну, сотрудники ДПС начали просто избиение». По словам Андрея, никакого сопротивления сотрудникам ДПС он не оказывал. После происшествия, говорит, снял побои и обратился в правоохранительные органы с заявлением. «Действительно, в следственном отделе по городу Ноябрьск, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ямал-Ниньевскому автономному округу, зарегистрировано заявление одного из жителей города Ноябрьск по факту применения к нему физической силы со стороны сотрудников полиции. Данный факт применения физической силы он оспаривает, считает, что они превысили свои должностные полномочия. Мы по его заявлению проводим проверку, и по результатам которой будет дана юридическая оценка как действием самого заявителя, так и действием сотрудников полиции». Что касается Андрея, то по данным госавтоинспекторов, он далеко не самый законопослушный водитель. Водительского удостоверения категории А, то есть права управления мотоциклом, у него нет. В принципе, этого он не скрывает. В ГИБДД говорят, что Андрей далеко не единственный, кто катается без прав. «Сама манера вождения мотоциклом, скутером, мопедом оставляет желать лучшего, конечно. То есть водители указанной категории в редких случаях соблюдают правила дорожного движения, придерживаются правил. То есть стараются каким-то образом допускать агрессивную манеру вождения. То есть это и ускорения различные, то есть запредельные, это и игнорируют простые элементарные правила дорожного движения. То есть как раз все это к этому и сводится, что общее количество нарушений возрастает, поэтому и внимание, оно в принципе ко всем одинаковое. Но сотрудник госавтоинспекции уже изначально, выявив правонарушение, обязан принять меры, пресечь подобное правонарушение. Ну и в дальнейшем, конечно же, это и поможет в принципе сохранить жизнь и здоровье тому, кто управляет этим транспортным средством». Довольно трудно понять, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Слишком много вопросов пока остаются без ответа. Так что ставить точку в этом запутанном деле пока рано. Ее, скорее всего, поставит суд, если, конечно, до него дойдет. Для начала следователь выяснит, какую из сторон нужно привлечь к ответственности. Ксения Епишева, Александр Иванов, Григорий Кураптев. Новости нашего города. Напомню, в нашей официальной группе ВКонтакте размещен опрос о том, как жители города относятся к мотоциклистам. Кроме того, в комментариях вы можете высказать свои предложения о том, как навести порядок на дорогах. Итог мы подведем на следующей неделе.